Правда ли, что нападение СССР на Финляндию было ошибкой Сталин? Нет. Я считаю, что нет. Я уже об этом говорил где-то, ну, вкратце ещё раз повторюсь. Дело в том, что Выборг, он вошёл в состав Российской империи по условиям штатского договора 1721 года. То есть, это договор, который был подписан Петром Первым со шведами по итогам знаменитой Северной войны. То есть, говоря русским языком, Выборг и Выборгский район вошли в состав Российской империи на 90 лет раньше, чем в состав Российской империи вошла сама Финляндия. Усекли? Уразумели, как раньше говорили? Теперь дальше. В шведском королевстве время от времени появлялись разного рода персоны, которые бредили идеями реваншизма. И в результате этого у нас в 18 веке возникло две новых войны со шведами, помимо Северной. Это война 1741-1743 годов и война 1788-1790 годов. И ту, и другую войну шведы продули. Но им этого было мало. В 1808 вспыхнула новая война. И по итогам этой войны в 1909 году был подписан, прошу прощения, в 1800, конечно, в 1909 году был подписан Фридриксгамский мирный договор. По этому договору Финляндия, которая была провинцией Швеции, вошла в состав Российской империи на правах Великого княжества. С отдельным уставом и так далее. Ну, как сейчас республика, условно. Ну, примерно, да. При этом с какого-то рожна Александр Первый взял и передал вот этому великому княжеству финляндскому территорию Выборга и Выборгского района, который уже почти 90 лет входил в состав Российской империи. Теперь, когда произошла революция, начался хаотический развал Российской империи, от нее стали отделяться вот эти все присоединенные территории. Прежде всего, национальные, конечно, Польша, Прибалтика, Финляндия и так далее, и так далее. И фактический уход Финляндии из состава России был зафиксирован уже временным правительством. Большевики говорят, вот типа своим декретом Ленин, да, подтвердил уже то, что произошло по факту. Причем это было связано еще и с тем, что там уже тогда на территории Финляндии в конце 1917 года фактически началась гражданская война. В России еще не было этой гражданской войны, открытой гражданской войны. А Финляндия, она вовсю шла. Выяснение отношений между красными и белыми, ну, условно говоря. Зачем нам надо было, ну, как бы экспорт вот этой гражданской войны, тем более совершенно близко, что называется, со столицей Российской Республики. Теперь, что происходит дальше. Накануне войны мы прекрасно понимаем, что граница СССР и Финляндия, ну, недопустима для нас. Она настолько близко проходит к северу от Ленинграда, что любые боевые действия на этой границе, они ставят под угрозу существование Ленинграда как такового. Даже не взять его. А обстрелы артиллерийские, бомбежки и так далее, и так далее. Поэтому Сталин, понимая, что война неизбежна, начинает переговоры с финнами на предмет того, чтобы они отдали то, что им не принадлежало. То, что в течение 200 лет и так входило в состав Российской империи. Но он им говорит, вы не просто отдайте, мы вам еще за это заплатим и территорию дадим чуть севернее, в два раза больше, чем ту, которую вы заберете. Финны говорят, нет. Причем, судя по переговорам и Молотова, и Сталина, и других, это были очень, как бы мы сейчас сказали, комплементарные переговоры. Это были в прямом смысле просьбы. Не было никаких угроз, не было никаких ультиматумов и так далее, и так далее. С ними просто хотели поговорить по-людски, что называется. И любой нормальный человек, вот когда с ним так разговаривают, оценив масштаб проблемы и важность решения этой проблемы для соседа, но неизбежно пошли бы на вот эти условия. А финны уперлись. Причем, вели себя по-наглому. Потому, что тогда к власти пришли вот эти самые реваншисты. По сути дела, профашистский режим Рюти. Это глава финского правительства. Потом он станет, кстати, президентом Финляндии. Которые уперлись рогом. И когда вот последний их был финтушами, уже вот буквально за месяц до начала войны, когда они просто, вот что называется, делегация приехала в Москву, одной ногой, значит, вступила на перрон, потом передумала, взяла эту ногу, опять занесла на подмостку поезда и укатили. И здесь тогда Сталин понял, что разговаривать с ними дальше нету возможности и необходимости. А время работает не для нас. То есть, эту проблему надо решать вот, что называется, на ходу. И поэтому он дает военным срочно разработать план военной операции против финнов. Это вот, кстати, лишний раз доказывает, почему начало финской войны было для нас не очень удачным. А потому что, если бы этот план разрабатывался в течение, условно говоря, года или хотя бы нескольких месяцев, когда бы там все было просчитано, когда бы там все было, что называется, расставлено по своим местам, то и сама эта операция с самого начала прошла бы, что называется, на ура. С кем воевать-то? А именно потому, что пришлось военным с колес буквально решать этот вопрос. А сколько времени ушло на подготовку? Да меньше месяца. Когда задействовано такое количество войск. Потому что предполагали, например, задействовать те же бронетанковые части. И потом, слушайте, ну кто бы в своем уме начинал бы боевые действия в Финляндии зимой бы? Ну, условно говоря, да? Когда такие морозы, когда такие снега и так далее, и так далее. Потому что мы практически не могли задействовать там танки, которых у нас было, кстати, превеликое множество. Ну, и так далее. Я сейчас не буду просто на этом останавливаться. Потом пришлось, во-первых, перестраивать саму группировку. Потому что предполагалось, что сначала мы даже Ленинградский округ не преобразовывали во фронт, как таковой. Мерецков им командовал. Там были задействованы войска той же 7-й армии. 14-й армии. И так далее. Но первые бои показали фактически неготовность Красной армии к ведению такого рода боевых действий. И на ходу пришлось все перестраивать. Почему уже будет разработана не армейская, а фронтовая операция? Понятно, что этим занимался генштаб под руководством Шапошникова. Потому что первоначальную операцию генштаб готовил, но он готовил там значительную часть этой операции. Готовил, собственно говоря, штаб самого Ленинградского округа. Который, я напомню, тогда Мерецков возглавлял Кирилл Афанасьевич, будучи маршал Советского Союза. Потом пришлось переделывать операцию уже фронтового масштаба. Создавать уже полноценный фронт. Уже назначать командующим фронтом Тимошенко. И когда операция уже была подготовлена так, как надо, мы проблему с финнами решили за две недели. За две недели мы разгромили финскую армию. И сделали все, что нам надо. И заставили их сесть за стол переговоров. И они сели за стол переговоров и подписали все, что нам надо было. А вот у меня сразу возникает вопрос. А вы что, кучевряжились-то? Вы на что рассчитывали? На то, что вам Великобритания, Франция, Германия или кто там вам поможет-то? Они же тоже не идиоты были. И они все прекрасно понимали, что вопрос о том, что надо отодвинуть границу от Ленинграда, северную границу, это вопрос жизни и смерти. Для второго города СССР. И Сталин, а на месте Сталина любой бы политикового масштаба, вынужден был решать этот вопрос. И он его решил. Я считаю, что он решил его своевременно и совершенно правильно и справедливо. Так что утверждение о том, что это была незнаменитая война, как заявил Александр Твардовский, который страдал подобного рода вещами и все такое прочее. На мой взгляд, это оскорбление и Советского Союза, и Красной Армии, и тех, кто в этой войне воевал. У меня, кстати, дед воевал в финской кампании. Его призвали, он не был кадровым военным, его призвали просто на эту кампанию. Я не знаю, принимал ли он участие в боевых действиях, врать не буду. Он об этой войне не любил рассказывать. Но он вообще о войне не любил рассказывать, что об этой, что о той. Но я знаю, что он принимал участие в этой войне. Субтитры создавал DimaTorzok